Приветствую вас, дорогие друзья! На связи Олег Карнаух, основатель проекта «Бизнес. Это просто». Сегодня предлагаю вам поговорить о том, что ждет рынок интернет-торговли в 2014 году. Я посмотрел лучшие исследования в этой сфере и подготовил для вас выжимку, самую важную, самую интересную информацию, которую должен знать каждый предприниматель, который работает в сфере интернет-торговли в России. Итак, поехали! Давайте начнем с анализа количества пользователей интернета. Всю информацию вы будете видеть у себя на экране, будет максимум понятна из того, что видно на мониторе. Я лишь буду давать небольшие комментарии. Итак, проникновение интернета в некоторых странах мира. Смотрим, Австралия 89%. Что это значит? 89% населения Австралии используют интернет. В России всего лишь 57%. Ну, видим США 80%, почти Франция тоже, Япония, Германия. Хорошие высокие показатели у лидеров. Россия отстает значительно. Ну, это обусловлено географическими факторами, обусловлено развитием экономики, инфраструктурой и так далее. Ну, то есть, расти есть куда. Думаю, все вы это понимаете, что в России рынок интернета еще будет очень сильно развиваться. Еще нужно очень сильно догонять лидеров в этой сфере. Итак, по прогнозам экспертов, динамика проникновения интернета в России, что касается населения старше 18 лет. То есть, говорим о взрослых людях. В 2015-м 69%, в 2017-м 77%, ну и так далее, видите на экране. В 2025-м только мы приблизимся к показателю 90%. То есть, только к 2025-му году мы придем к тем показателям, которые сегодня есть у лидеров. Ну, отставание значительное, порядка 10 лет. Ну, ничего, это в целом хорошо для нас, как для предпринимателей. Рынок будет очень сильно развиваться. Что и подтверждает динамика количества интернет-пользователей. Месячно, вот по 2014-му году порядка 70 миллионов людей старше 18 лет пользуются интернетом. То есть, месячная аудитория к 2020-му будет порядка 99 миллионов. Рынок растет. Это здорово. Давайте проанализируем рынок интернет-торговли. И начнем мы с тех сегментов, которые показали прирост в 2013-м году в Соединенных Штатах. Логично всегда смотреть на Соединенные Штаты. В целом, все смотрят на Штаты. С точки зрения маркетинга, это действительно мировой лидер на сегодня. Все его моделируют. И модели повторяются так или иначе, в том числе в России. Единственное, с какой-то задержкой, естественно. Итак, в 2013-м году видите лидер прироста одежды, аксессуары. Дальше книги, игрушки и так далее. Ну, видите, все на экране, автозапчасти и другое в конце списка. То есть, обратите внимание, вот это лидеры по 2013-му году по приросту в США. Динамика объема B2C-сегмента. Если кто не знает, что такое B2C, это сегмент Business to Consumer, бизнес для потребителя или Business to Client, бизнес для клиента. Существует сфера B2B, это Business to Business, бизнес для бизнеса. Это значит, что в Business для бизнеса, например, продается товар или услуга, которая нужна бизнесу. Это может быть трактор какой-то, подъемный кран и так далее. Это то, что не покупают простые люди, простые граждане. А то, что покупают простые люди, это бизнес для клиента. То есть, сегмент B2C. И вот в B2C-сегменте конкретно видим динамика прекрасная, как и за последние годы, так и на ближайшие годы в Соединенных Штатах. То есть, для нас это прекрасный показатель. Значит, этот рынок будет расти еще долго-долгое время в России. Если в Штатах, он еще даже в ближайшее время будет расти. Это тоже подтверждает Европа. В Европе чуть медленнее темпы прогнозируются. Это обусловлено тем, что там уже все сильно развито. Там и пользователи интернета больше, интернет-покупатели. То есть, казалось бы, уже рынок почти сформирован. Но, тем не менее, все равно он еще растет. Тем самым подтверждает, что в России ждать роста нам приходится значительно. Вот и подтверждение экспертов касательно российского рынка. В 2014 году планируется пробить планку триллион рублей. То есть, прирост прекрасный. Последние, смотрим, годы. Там почти 40% прирост каждый год. 2014 год не исключение. Здорово, прекрасно. Все только положительно нам говорит. Дальше. Доля по отношению к рознице. 2,7% по 2014 году. До этого еще ниже показатели. Понимаем, какой это мизер. Это нам говорит, что рынок в зародыше. По факту в России. То есть, 97% все еще на оффлайн приходится. 2,7% в 2014 году только на онлайн. Что тоже будет расти, безусловно. Давайте немножко посвятим время аналитике клиентов. В интернет-торговле. Кто же покупает. Сколько их и так далее. Количество интернет-покупателей старше 18 лет в миллионах человек. В 2013-м 15,6 миллионов интернет-покупателей. То есть, на 40% больше, чем до этого. Опять видим динамика роста. Что радует. Географическая структура рынка. Очень интересно. Исходя из нее, можно понять, что практически половину российского рынка берет на себя Москва и область. То есть, есть четкие локомотивы, сформировавшиеся на российском рынке. Это Москва, Питер и города-миллионеры. На города меньше миллиона уже приходится значительно меньше продаж, чем на локомотивы. Если кто не знал, вот обратите внимание на вот эту диаграмму. Она показывает очень четко, что есть сформировавшийся локомотив на нашем рынке. Причем, я думаю, что в ближайшее время эта картина концептуально не изменится. Все останется так же. На текущий момент картина такая. Может быть, туда дальше, спустя несколько лет, или может быть более пяти лет, доля на мелкие города придется чуть побольше. Но в ближайшее время ничего не изменится. Учтите этот факт. Демографический портрет. Видим, что в интернете покупают чуть больше женщины, чем мужчины. Также возраст 25-34 года. Это люди, которые покупают больше всего. Но остальное видите у себя на экране. Доход на семью интересный. Основные покупатели обладают доходом на семью от 31 до 50 тысяч рублей. Остальное можете видеть, но место жительства мы уже разобрали. Москва и Питер, локомотивы. Ну вот такая еще статистика семейное положение и наличие детей. Может быть, кому-то будет полезно. Вот очень интересная также информация. Чем руководствуются люди, что для них важно при покупке. Обратите внимание. Покупатели, ориентированные на ассортимент 18%, ориентированные на скидки и бонусы почти 13, ну и так далее. Видите на экране. Ориентированные на быстрое обслуживание, на удобство и бесперебойность работы сайта. Прислушивающиеся покупатели – это те, кому важны рекомендации. Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты. То есть четкое вам руководство к действию. Что вам нужно сделать. Какие сегменты в работе вашего бизнеса должны хорошо себя показывать, чтобы вы покрыли всех своих покупателей, чтобы удовлетворили запросы всех людей, которые могут стать вашими потенциальными клиентами. Вот вы видите четкие факты, которые вам на это указывают. Еще также интересная информация. Многие часто спрашивают, какие же наиболее популярные способы оплаты. Ну и вот официальная статистика. За 2013 год пластиковыми картами Visa, MasterCard сплотились 54% людей, электронными деньгами WebMoney, Яндекс и так далее – 34% с помощью SMS, что для меня лично удивление – 27%. Через терминалы – 18%, наличными в салонах связи – 11% и другими способами – 6,7%. Таким образом, четко видите и понимаете, над чем вам нужно работать. В первую очередь, обеспечьте, чтобы можно было у вас оплатить популярными способами оплаты, но в идеале лучше сделайте, чтобы их было максимальное количество, чтобы любым способом оплаты можно было оплатить на вашем сайте, и вы охватите всю аудиторию. На этом у меня все. С вами был Олег Карнаух. Как всегда, с намерением быть вам полезным. Всем счастливо, удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok